Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке биологии. Мы продолжаем изучение царства животных. Тема сегодняшнего урока – подцарство многоклеточные животные, тип кишечно-полостные. Сегодня на уроке мы узнаем признаки многоклеточных животных, рассмотрим особенности строения и функционирования кишечно-полостных животных. Узнаем интересные факты из жизни морских представителей типа кишечно-полостные. Многоклеточные животные являются потомками древних простейших. В отличие от простейших, их тело состоит из множества клеток. Выполнение функций в многоклеточном организме поделено между различными видами клеток. Клетки, выполняющие одну функцию, имеющие общее происхождение, исходные по строению в многоклеточном организме, объединяются в ткани. Типы тканей животных – эпителиальная, соединительная, мышечная, мышечная, нервная. Ткани животного организма образуют органы, выполняющие свойственные им функции. Таким образом, у многоклеточных организмов существует специализация клеток, тканей, органов и их систем по выполняемым функциям. У многоклеточных животных имеются системы органов нервная, опорно-двигательная, дыхательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, эндокринная, система органов размножения или репродуктивная, органы чувств, покровные органы. Многоклеточность обеспечила развитие системы органов животных, способность к различным способам передвижения, добывания пищи и размножения. Существует несколько теорий происхождения многоклеточных организмов. Одна из первых созданных теорий – это теория Гастреи Геккеля. Ученый считал, что первый предок многоклеточных животных – Гастрея – появился в воде и плавал подобно личинкам губок и кишечно-полосных. Потомки Гастреи дали начало губкам и кишечно-полосным, а ползающие формы – плоским червям. Другой известной теорией происхождения многоклеточных животных является теория Фагоцителлы Мечникова. По мнению ученого, предком многоклеточных животных является Фагоцителла – похожую на личинку губок с клетками внутреннего слоя, способными к Фагоцитозу. В современной науке известно, что примитивные многоклеточные организмы – губки берут свое начало от древних колониальных жгутиковых. Далее в процессе эволюции происходило усложнение жизненных форм и появление новых групп животных. Индивидуальное развитие любого многоклеточного животного начинается с одной клетки. В зависимости от уровня развития многоклеточной организмы имеют определенный уровень развития систем органов. Наиболее простое строение из многоклеточных животных имеют двуслойные животные губки и кишечно-полостные. Кишечно-полостные объединяют многоклеточных двуслойных животных. Название типа связано с наличием кишечной полости, которая является единственной в организме этих животных. Кишечно-полостные делятся на подтипы – стрекающие, включающие классы гидроидные, коралловые полипы, цифоидные недузы, а также подтип грибневики. Стрекающие, включающие класс гидроидные. Представителем этого класса является, например, гидроид корене, гидростебельчатая медуза крестовка. Представителем подтипа грибневики является венерин волос. Рассмотрим строение класса гидроидные на примере гидростебельчатой. Кишечно-полостные – это древние животные, обитающие в морях, океанах и пресных водоемах, имеют лучевую или радиальную симметрию тела. Гидро – мелкий одиночный полип, относится к классу гидроидные полипы. Обитает этот полип в стоячих или слабопроточных водоемах. К субстрату прикрепляется с помощью подошвы. На противоположном от подошвы конце тела находится ротовое отверстие. Оно окружено 6-12 щупальцами. В теле гидры имеется гастральная или кишечная полость. Задний конец тела суживается и образует так называемый стебелек. Хотя гидра полип и ведет прикрепленный образ жизни, но иногда передвигается. При этом она может либо совершать движения, напоминающие кувыркание, то есть перевороты с щупалец на подошву, или подтягивает щупальца к подошве. Тело гидры состоит из двух слоев – наружного эктодермы и внутреннего энтодермы. Между эктодермой и энтодермой находится опорная пластинка мезоглея. В эктодерме различают несколько типов клеток. Эпителиально-мускульные, которые содержат сократительные миофибриллы, расположенные продольно. Промежуточные или интерстициальные клетки с крупными ядрами – это недифференцированные клетки, которые способны образовывать другие типы клеток. Промежуточные клетки участвуют в процессе регенерации гидры. Регенерация от позднелатинского регенерация означает возрождение, возобновление. Это восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части. В большей степени присуще растениям и беспозвоночным животным, в меньшей степени позвоночным. Также в эктодерме находятся стрекательные клетки. Их много на щупальцах гидры. Эти клетки содержат капсулу, в которой находится закрученная стрекательная нить. Стрекательная клетка содержит также чувствительный волосок. Стрекательные клетки служат средством защиты и нападения. Раздражение чувствительного волоска этой клетки приводит к выбросу нити, которая вонзается в тело жертвы. По каналу нити из капсулы поступает яд, который либо парализует, либо умерщвляет жертву. В эктодерме расположены также нервные клетки звездчатой формы. Эти клетки соединены между собой отростками и образуют диффузную нервную систему. Второй слой тела гидры – энтодерма. Посмотрите на рисунок, ребята. Какие типы клеток расположены в энтодерме гидры? В энтодерме расположены пищеварительные железистые клетки. Эти клетки принимают участие в пищеварении в гидре. Гидра питается мелкими беспозвоночными животными, например, дафниями, циклопами. Захваченная щупальцами добыча направляется в кишечную полость, где происходит процесс пищеварения. Пищеварительно-мускульные клетки снабжены жгутиками, с помощью которых подгоняются частицы пищи. У этих клеток образуются ложноножки для захвата пищевых частиц и пищеварительные эвакуоли для их переваривания. Железистые клетки выделяют внутрь кишечной полости пищеварительный сок. У гидры два типа пищеварения – внутри клеточное и внутри полостное. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие. Гидра относится к аэробным организмам и использует для дыхания растворенный в воде кислород, который поглощает поверхностью тела. Для гидры характерны бесполое и половое типы размножения с преобладанием бесполого. В благоприятных условиях у нее происходит бесполое размножение путем фрагментации тела или почкования. Во время почкования на теле гидры образуется бугорок – это почка, которая растет, и у нее образуются щупальца и подошва. Молодая особь отпочковывается от материнского организма. Половым же способом гидра размножается в неблагоприятных условиях осенью. В эктодерме гидры образуются половые клетки. Гидра стебельчатая – гермофродит, так как в ее организме образуются и женские, и мужские половые клетки. Сперматозоид гидры соединяется с яйцеклеткой в воде. Из яйца, облодотворенного яйцеклетки, образуется зародыш, покрытый защитной оболочкой. При наступлении благоприятных условий эта оболочка лопается, и из нее выходит молодая гидра. Среди гидроидных имеются одиночные и колониальные животные. Так, например, представители отряда гидроиды в основном колониальные животные. К ним относится полипобелия. В жизненном цикле гидроидных имеются стадии медузы и полипа. На веточках колонии путем почкования образуются медузы, которые отрываются от колонии. Гидромедузы – некрупные животные, большинство из них 2-3 см в диаметре, а некоторые и 1-2 мм. Тело этих медуз прозрачное. Медуза – это свободно плавающая форма, является раздельно полой. На нижней стороне медузы расположены гаметы – половые клетки. Их слияние происходит во внешней среде, в воде. Вспомните, что образуется в результате слияние гамет. В результате оплодотворения образуется зигота. Затем появляется личинка планула. Щупальца коралловых полипов расположены венчиком. Колониальные коралловые полипы подразделяются на две группы – восьмилучевые и шестилучевые по количеству щупалец. У восьмилучевых коралловых полипов – восемь щупалец, снабженных по краям пинулами, маленькими выростами. В гастральной полости этих кораллов – восемь перегородок. Представители восьмилучевых кораллов – красный коралл – альциониум. У шестилучевых коралловых полипов число щупалец кратно шести. Венчик щупалец коралловых полипов окружает ротовое отверстие, которое ведет в глотку. Вдоль краев глотки проходит желобок с ресничками – сифоноглиф. Реснички подгоняют воду в кишечную полость. Кишечная полость разделена перегородками септами на камеры. В септах есть отверстия, с помощью которых все камеры сообщаются между собой. Коралловые полипы – раздельно полые животные. Гометы у них развиваются на перегородках кишечной полости. Оплодотворение у этих полипов происходит в кишечной полости. Далее образуется зигота, а затем личинка – планула. Покинув материнский организм, планула некоторое время плавает. Бесполое размножение коралловых полипов происходит путем почкования. Представители класса сифоидных медуз внешне напоминают зонтик. Диаметр зонтика у некоторых медуз может достигать двух метров. Тело этих медуз состоит на 98% из воды. Рот сифоидной медузы расположен с нижней стороны тела, вогнутый и имеет четырехугольную форму. Какие органы пищеварительной системы сифоидной медузы представлены на рисунке и где они расположены? У сифоидной медузы рот переходит в глотку, а глотка – в желудок, расположенный в центральной части тела. От желудка отходят радиальные каналы, которые впадают в кольцевой канал. Этот канал окаймляет край зонтика. По краю зонтика медузы расположены утолщенные и укороченные щупальца – рапалии, с помощью которых медуза ловит свою добычу. В рапалиях также развиваются глаза, позволяющие отличать свет от темноты и органы равновесия – статуцисты. По краю зонтика сифоидной медузы расположены ганглии, образующие нервное кольцо. Посмотрите на плавающую медузу. Ее способ движения называется реактивным и происходит за счет сокращения зонтика. Частота сокращения зонтика – 100-140 в минуту. Сифоидные медузы – раздельно полые животные. Гометы гидроидных медуз развиваются в эктодерме, а гометы сифоидных медуз развиваются в энтодерме. Обладотворение происходит во внешней водной среде. Какие стадии развития проходят медузы в жизненном цикле? Подумайте. В жизненном цикле сифоидных медуз имеются стадии зиготы, личинки планулы, одиночного полипа и плавающей медузы. Планула с сифоидной медузы сначала свободно плавает, а затем прикрепляется ко дну и превращается в одиночного полипа длиной несколько миллиметров. Путем деления у полипа образуются перетяжки, отделяющие стопку маленьких медуз друг от друга. Медузы отрываются и переходят к свободно плавающему образу жизни. Таким образом, у сифоидных медуз происходит чередование поколений – сидячих полипов и плавающих медуз. Среди представителей сифоидных медуз много интересных необычных животных. Зонтик арктической медузы Цианея капиллята, обитающий в водах Атлантического океана, выброшенный на берег в Массачусетском заливе, достигал 2 метра 28 сантиметров, а ее щупальца постирались на длину 36,5 метров. Медуза-корнерод Ризостома обитает в водах Тихого океана. Диаметр колокола может достигать 70 сантиметров. Эта медуза не ловит добычу щупальцами, а выпускает через них ядовитую жидкость. Будучи крупнейшим в мире образованием, созданным живыми организмами, большой барьерный рифт настолько велик, что его можно разглядеть из космоса. Рифт является горячей точкой биоразнообразия. Здесь обитает более 1500 видов рыб, 215 видов птиц, более 3000 видов моллюсков, 6 из 7 существующих в мире видов морских черепах, 30 видов китов и дельфинов. Изменение климата, к сожалению, загрязнение, чрезмерный промесел рыбы, разлив нефти и другие угрозы привели к массовому обесцвечиванию кораллов. Ученые посчитали, что более 93% коралловых рифов в настоящее время страдает от обесцвечивания. Большая часть рифа находится под защитой морского парка «Большой барьерный риф», основанном в 1975 году австралийским правительством. А в 1981 году ЮНЕСКО объявило «Большой барьерный рифт» объектом всемирного наследия, заявив, что это, цитата, «величайшая природная красота выше и ниже уровня моря, представляющая собой некоторые из самых впечатляющих пейзажей на Земле». Какие выводы можем сделать по сегодняшнему уроку? Кишечно-полосные – это низшие многоклеточные животные. Их тело состоит из слоев эктодермы и энтодермы. Для кишечно-полосных характерно наличие стрекательных клеток и пищеварительной полости. Они ведут исключительно водный образ жизни. Все кишечно-полосные – хищники. Благодарю за внимание. До скорых встреч, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok